Глава третья. Размышления о свободе. Сначала нам, духовным практикам самопознания, надо понять, от чего и к чему освобождается человек в духовной практике и почему возникает первопричина и жажда к освобождению и пробуждению. Из опыта практика скажу, эта первопричина является нирваной, которая есть просто название, которым называют первооснову вечной единой первосущности пространства, которая в своем порыве к самопознанию создала инструмент самопознания в живом образе сознания, который и окутал чистое пространство нирваны своим самопознанием в образе создания вселенского пространства сознания или первотелом, одев собою нирвану. То есть нирвана, как пространство вечной первосущности, оделась в сотворенное собой тело сознания и как бы первый раз в своей вечности почувствовала несвободу себя в себе. Но для достижения самопознания себя в себе собою у нирваны выбора не было. Этим был явлен осознанный выбор, кроме как зайти в иллюзорную несвободу, впасть в иллюзию самозаключений для самопознания себя в себе собою с помощью своего нового состояния в образе живого сознания, которое набирало силу самоосознания и трансформировалось в бесконечные вселенные живой мысли и обитателей в них, тем самым сгущая многомерный кокон живой мысли своей в образ творения, человека и бесконечных творений своих, от богов до всевозможных творений. Так творения живой мысли превратились в живые многомерные коконы живой мысли, то есть творения. Но так как они все сотворены нирваной в себе, как в пространстве вечной свободы, это изначальное состояние передается всему кокону многомерного живого сознания, то есть человеку и всем творениям ее живого сознания в образе «Я есть» и «Я повсюду». А многомерный кокон эго-сознания кричит об обратном, потому тяга к свободе и самопознанию – это первородное состояние вечности, всегда присуще всем творениям нирваны, от перводухов первобукв, что явило живое мышление в сознании первотелла нирваны, до всех последующих творений живого сознания, потому это наше естественное состояние – искать изначальную свободу, то есть себя, нирвану, в себе сознании игрового образа или в себе как в творении. Так познав себя в бесконечных вселенских играх живого сознания, нирвана стремится вернуться в свое вечное состояние свободы, тем самым, закончив круг самопознания в игре со своим сознанием, потому человек, как заключенный в живом многомерном коконе живой мысли, является по сути своей вечности нирваной, стремящейся вернуться в свою вечную свободу, а многомерный кокон живого сознания назван человеком. Так зная это, практик живого духа стремится к разматыванию и растворению кокона, кармических накоплений сознания многомерной души, которая является живым сознанием в образе, для возврата в свое вечное состояние нирваны. Другой практик растворяет душу в едином сознании, что есть перво тело, нирваны, бог вечности. Другие трансформируют живое сознание души в бога вселенной, творя свои вселенные, или в ангелов, помощников богов вселенных. Непрактики топчутся на месте, скитаясь по воплощениям, создают массовку актеров на планетарных сценах жизни, и со временем обозлившись на себя и мир, трансформируют душу в беса, с последующим растворением в нижнем аду, что есть растворением несостоявшейся души, или растворением живой духовной книги, которая никогда не войдет в библиотеку вечного живого сознания, бога вечности, и которая не станет больше никем. Так, путь к свободе начался в самом начале познания своей вечности, познание которой и явило первую несвободу, как плату за самопознание. Это было неизбежным состоянием, как свобода и несвобода являют противоположное состояние себя единого, познается одно через явление противоположного, потому явление жажды, нирваны к самопознанию явило состояние несвободы, которое во всем самотворении в образах своих всегда будет искать свободу, как свое изначальное состояние. Это явление, как красная нить, протянута сквозь все творения и вечные игры живого сознания и является наивысшим стимулятором к самопознанию и к действию. Во вселенских играх живой жизни явилось в образе добра и зла, физически, плюса и минуса в сценариях написанных живых вселенных живого сознания. Так поняв это, человек теперь знает, кто он такой и какой процент несвободы он в себе осознает и к чему стремится. Он теперь сам решает быть практиком своего живого духа сознания или проживалой жизни в жизненной игре своего единого живого сознания, в образе всего бытия и кем стать и в какой новой роли в игре вечности себя познать на своей вечной сцене, которая есть нирвана. Потому сбрось оковы умозаключений, выйдя из многомерного тюремного кокона эго-сознания, найди в себе свободу и пластику своего живого сознания, с помощью которого трансформируешь свой многомерный кокон души в чудесную бабочку новой жизни своей. Став кем захочешь в вечной игре живого сознания. Так ты увидишь, как чудеса сбываются, где самым главным чудом есть всегда ты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok